В юбилейный год Великой Победы копилка военных историй округа продолжает пополняться. Вскрываются удивительные факты, открываются имена ранее неизвестных героев. Буквально на днях стало известно имя летчика, который разбился на боевом самолете в октябре 1941 года недалеко от поселка Решетниково, продолжит Полина Лешко. Еще в 2000 году в Решетниково появилась информация о летчике, погибшем недалеко от населенного пункта в годы Великой Отечественной войны. И только спустя пять лет Клинский поисковый отряд «Подвиг» вместе с волонтерами нашли останки самолета и пилота. Безымянного солдата похоронили в братской могиле вблизи поселка. Потом, когда уже началась обрабатываться информация всего этого, ну, деталей, номеров, оказалось, что это бомбардировщик СБ-2 с моторами М103А. Один бомбардировщик, один солдат считали поисковики. Неоднократные попытки найти информацию о самолете в архивах оказались безуспешны. Известные поисковикам данные о бомбардировщике решили опубликовать на профильном форуме. И буквально к 75-летию победы нашлись документы, подтверждающие, что в самолете находилось двое бойцов – штурман и стрелок-радист. Были обнаружены номерные агрегаты, номерные детали, то есть номер одного из двигателей, номер фюзеляжа, номер правой и левой плоскостей, номер радиостанции. По ним начали вести поиск. Очень долго, конечно, все это очень трудно давалось. А судьба тысяч других солдат так и осталась невыясненной. Без преувеличения в каждой семье было кого оплакивать, есть кого вспоминать. А сколько семей долгие годы мучились ожиданиями, получив страшное, но все-таки оставляющее капельку надежды извещения, пропал без вести. О судьбах множество без вести пропавших. Их родственники по сей день не знают ничего. И сегодня поисковые отряды ценой огромных усилий открывают нам страницы истории. Поисковики, конечно, провели большую работу, огромную работу. И помимо того, что они откопали, нашли, откопали этот самолет, нашли останки. И большая работа проведена в архивах для того, чтобы установить имена этих двух членов экипажа самолета, который был сбит над решенником. Теперь к празднику Великой Победы на месте захоронения поставят памятник погибшим солдатам. Сделать это планируют силами поисковых отрядов. А в данный момент разыскивают родственников погибших солдат. Младший сержант Деркач Прокопий Савельевич родился в селе Гирявка Конотопского уезда Черниковской губернии. Лейтенант Быстров Василий Васильевич родился в деревне Ларинское Егоревского района. Обращаться нужно в администрацию поселка Решетниково или по телефону на вашем экране.